А тем временем сбор ягод и плодов в самом разгаре. Инстаграм пестрит фотографиями ягодных трофеев, ведра земляники, смородины, голубики. Однако не все помнят и, может быть, не все знают, что помимо нас ягодами любят лакомиться и животные. Как стоит вести себя при встрече с хозяином тайги? Сегодня на этот вопрос нам ответит спасатель третьего класса Якутского поискового спасательного отряда МЧС России Алексей Соболев. Доброе утро, Алексей. Здравствуйте. Итак, наверняка существуют определенные правила, как себя вести при встрече с медведем в лесу. Да, конечно, определенные правила существуют, но хотелось бы начать с организации всего этого вашего похода. В связи с тем, что действует противопожарный режим у нас в республике, выход в лес вообще запрещен категорически. Но если все-таки вы пошли туда, вам прежде всего необходимо сообщить своим родственникам, друзьям, что вы куда-куда вы пошли. Потом вам необходимо одеваться... По направлению, наверное, нужно сказать еще, куда именно вы пошли, по какому маршруту. Все верно, да. По направлению. Если собираетесь длительный маршрут, то еще и места остановок предполагаемых. Одеваться в пеструю одежду и взять с собой необходимый минимальный запас снаряжения. Это нож, спички, компас, воду, провизию. Если все-таки при движении в лесу вам необходимо двигаться в группой. Двигаться в группах. То есть не в одиночку. Да, конечно, обязательно. По открытым участкам желательно не заходить в траву. При этом обязательно создавать шум. Вы с собой, наверное, берете металлические предметы, это посуда какая-нибудь, стучать ей, петь песни. То есть давать понять медведю, что вы находитесь в лесу. Следующее вам необходимо... Если вы организуете лагерь, обязательно на открытых местах его организовывать. Не в лесу. Да. На полянках? Хорошо просматриваемых местах. И не оставлять за собой как раз еду. Сжигать ее по возможности, чтобы не привлекать. Ага. Если все-таки... Встреча вот состояла. Если все-таки вам не повезло, и вы встретились с медведем, вам необходимо не создавать резких движений. То есть не провоцировать его. Нужно замереть. Постараться медленно, пятиться назад, не поворачиваясь к нему спиной. А почему, кстати, вот спиной нельзя поворачиваться, и почему убегать к нему? Это может спровоцировать его. Нападение. Он подумает, да, что это какой-то объект, который можно съесть, то есть покусился на его территорию, и его нужно догнать и ликвидировать. А второй важный момент – это постараться оказаться больше, чем вы есть на самом деле. Каким образом? С собой обязательно же у вас даже идете, если ведро какое-то, поднять над головой сумку, рюкзак поднять над головой. Если вы в группе, то постараться сплотиться как-то вместе, то есть показаться больше визуально. А вот можно ли отпугнуть медведя? Вот если, допустим, вот у нас против меня стоит уже медведь, да, он встал в дыбы, на задние лапы, как-то я могу его отпугнуть? Чем? Закричать? Ну, медведь вообще непредсказуемое животное, и в разных ситуациях действует по-разному, в зависимости тоже от времени года, от сезона, от того, сытый он или голодный. А вот если говорить об этом времени года, сейчас? То сейчас, в принципе, медведь, он не подходит близко, он, в принципе, сытый, он лакомится ягодой, рыбой, то есть, в принципе, он даже близко не подойдет. Опять же, создаете шум, можете создавать шум, если на далеком расстоянии от него, то есть вы шли по лесу, пели песни, вот он вас заметил, и вам также необходимо продолжать создавать шум. Да, конечно, чтобы он понял, что вы вот здесь вот, опять же, поднимаете над головой рюкзаки, да, он видит, что, ага, вот. Что-то большое. Что-то большое, я лучше вот как-то пойду мимо рядом. Он, в принципе, на меня не нападает, как бы я пойду, стороной обойду. Ага, а вот если, опять же, я возвращаюсь к своему вопросу, да, вот медведь стоит уже напротив меня, да, я могу закричать там или постучать по котелку там поварешкой, или этого наоборот как раз не стоит делать? Если сдалека, то это может, стоит продолжать. А если вот так? Если вот уже рядом, это, не знаю, это интуитивно, вам лучше, не знаю, может быть, попробовать замереть даже как-нибудь, да. В принципе, медведь, когда встает на задние лампы, это не всегда значит, что он проявляет агрессию, он просто интересуется проверкой обстановки, может быть. Кто такой, да? Да, как бывает. И я не могу не задать этот вопрос, он может быть немножко глупый, да, и женский, да. Я слышала, да, что при встрече с медведем женщине нужно галить свой торс, да. Зачем, почему и так ли это? Ну, как я и сказал, что медведь непредсказуемое животное, ну, может быть, не стоит, потому что, а вдруг ему понравится? И он останется, да. И он останется, да. Что ж, ну, огромное спасибо вам за участие в нашей утренней программе, за то, что пришли к нам в студию и рассказали о полезных вещах. Дорогие друзья, имейте в виду, что перед тем, как идти в лес по грибы, по ягоды, запомните эти простые, нехитрые правила. Во-первых, как мы уже сказали, разжигать огонь в лесу категорически сейчас нельзя, поскольку вы прекрасно знаете, что пожара, какая сейчас обстановка с пожарами, да, в республике. Ну, и потом пойте песни, стучите, громко разговаривайте, да, и одевайте пеструю одежду. А, кстати говоря, многие наши туристы как раз-таки не надевают, да, одежду, они одеваются в камуфляж. Одевайте красную, оранжевую одежду, чтобы вас было видно издалека. Еще раз прощаюсь с вами, Алексей, приходите к нам чаще.